Сегодня будем делать хлебопреломление мы, причастие принимать. Поэтому я коротко высвобождаю то послание, что я имею, и мы будем переходить к этой святыне. И очень сильно, когда мы это делаем вместе, поэтому он сказал, пейте все из чаши, пейте все. А кому можно, кому нельзя? Тут уже поверь, но если хочешь, кто может тебе запретить? Ой, ты недостоин прикоснуться, умрешь. Но если человек бежит с верой к Богу, он найдет способы не убить этого человека, а исцелить, воскресить. Это наоборот, религия человека подальше от Бога засылает. Пойди там, приведи себя в порядок, осветись, тогда только ты к Богу можешь приблизиться. Так наоборот, беги, какой есть, как притча о сыне младшем и отце, вот оно. Отец не сказал так, вначале помыть, подстричь ногти, почистить зубы, в шею вывести. Он-то представьте, явился в каком. Раны все, все вот это, я не хочу прикасать этот гной, на мой дорогой пиджак капнет. Всего этих ран. Он сразу его налетел, обнял, все, вот он отец. Вот он отец. Наш Бог, знаете, да, наши грехи отвратительны для него, но он любит нас больше, чем ненавидит наши грехи. Поэтому он даже о грешнике говорит, не желаю смерти его. Обратись и живи, обратись и живи. Религия, наоборот, человека подальше от Бога запинает, потому что там он никогда не выберется со своих грехов. Но если в Божье присутствие мы входим, они тают просто, как тьма, она нет. Какой сильный демон, какая сильная твердыня, какой сильный грех, какой сильный вот этот негатив. А в Божьем присутствии, как тьма, расступается. Поэтому к нему. Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, не так давно мне надо было зарегистрироваться на одном ресурсе в интернете. И когда ты регистрируешься, надо написать имя свое. Имя. Ну, ты должен написать английскими буквами свое имя. И там, на этом ресурсе, уже миллионы, миллионы. Соответственно, все Кузьмины Юрия заняты еще 10 лет назад. Поэтому, когда ты пишешь, он тебе говорит, занято имя. Придумай. Кузьмин Юрий 1978. Занято. Кузьмин Юрий чемпион. Занято. Я думаю, окей, пойдем сложным путем. Начал какие-то придумывать там, ну там, воин. Воины все заняты на 10 лет вперед. Причем, какие хочешь вариации. Воин 1, 2, 3. Воин 1, 2, 3, 4, 5. Все занято. Я думаю, ладно, пойдем. Саваоф пишу. Саваофов уже. Наши сидят там на ресурсе. Саваофов, ребята. Я думаю, Господь, Джизосов. То есть, думаю, что же это, вот это ж нелепость такая. Представляешь? И он тебе предлагает какие-то несуразные. Ну, Саваоф там 328, 555. Знаешь, какое-то такое несуразное. Вот такого нет еще. И вдруг мне приходит мысль. Напишу-ка я Хаиль. Пишу Хаиль. Свободно. Никого. Представляете? Никого. То есть, и когда я это сделал, вроде мелочь, но мне пришло. Это еще не пришло. То есть, это только в начале. То есть, еще нету введения, нету откровения у людей, то есть, у церкви об армии. И мы находимся у истоков зачатия этого движения. Оно только-только вот. Первые, знаете, вот эти завязочки идут. Как вот эти вот почечки на деревьях, да, вот первые появляются такие. Все, вот оно взялось. Еще нету листиков. То есть, мы находимся в начале возрождения или начале, то есть, уже финального этапа развития вот истории человечества, когда на земле будет армия невеста Господа. Это то, для чего Господь сотворил всю вселенную, чтобы у Ишуа была невеста. То, для чего сотворил Бог мир, нас, Адама с Евой. Все сотворенное для одной цели, чтобы у Его сына была невеста. Святая, чистая, непорочная подстать Ему. Нехорошо Ему быть одному. И все, все от начала, говорит, я говорю о Христе и церкви. Это тайна. Это все говорит об этом от начала. Бог сотворил Адама и Ева. Это уже Христос и церковь. О них речь шла изначально. И вот, вчера, когда я молюсь, повел меня Господь снова в Езекииль 37, сухие кости. Вывел меня в поле. Это мы уже и читали, и пели многократно. И наша тема. Тема у нас когда-то, кто тут, ну, ветераны, вы помните, на кафедре, другая была кафедра, висела большая кость сухая, кость коровичья такая. Я ее нашел в поле. Вот такая вот костамаха тут висела на веревке. И на костамахе было написано, что ты видишь. И знающие люди видели армию. А кто только-только, они косточку только видели. Думаю, вот это я зашел в церковь. Потом приехал Реба Юзек и восхитил эту кость. Говорит, я хочу это себе в церковь, и забрал. Повесил у себя там в саках. Забрал костамаху эту нашу. Но было время. То есть для нас эта тема очень такая. Знаете, когда я помню, на велосипедах катаясь, бывает попадаешь в место, где несанкционно, но как-то вот втихаря с мясозаводов вывозили в поле кости, выкидывали самосвалами. И вот я помню, я стоял на этом поле костей, и мне так понравилось. Я вот представил, как Езекииль, он видел это, где только это все до горизонта усеяно. Костями было мертвых. То есть что это было за поле? Это было поле боя. Это было поле, где было сражение, и там остались погибшие на этом поле. Убитые. Убитые. То есть это не были умершие от старости или от болезней. Это были убитые, в основном, воины это кто? Такие зрелые мужчины, сильные мужчины. Воинами не были такие чахленькие или очень маленькие люди, дети. Поэтому это были павшие, убитые воины. Запомните, это важно. Что значит убитый воин? Значит потерпевший поражение. То есть тебя убили. То есть если мы выходим в смертельную битву с кем-то, и меня убили, значит я потерпел поражение. Может моя армия не потерпела, но я лично был убит. То есть для меня уже дальше нету пути, нету победы. Я не могу уже радоваться. То есть это были те, кто погиб, те, кто потерпел поражение, те, кто был убит. Те, кого убили. Помните, мы сейчас спели. Геша все это в курсе. Те, кто умер. Вот кто это были. И потом он говорит, Бог говорит, это, говорит, Косте, весь дом Израиля, вы, говорит, в ваших гробах лежите. То есть похороненные уже в гробах. Но он говорит, я открою ваши гробы и выведу вас. То есть воскрешу. Воскрешу. И что интересно, что хаиль, потому что когда написано и поднялась весьма великая полчища, слово полчища, это еврейское слово хаиль тут используется. То есть хаиль Бог поднял из мертвых. Хаиль Бог поднял из убитых, из павших воинов. Вот из кого хаиль не была сформирована из каких-то, знаете, чемпионов, гигантов, вот таких вот победителей. Она была сформирована из проигравших, потерпевших поражения людей. Очень похожие вещи говорит в Новом Завете Павел, говорит, братья, говорит, посмотрите на себя. Немного среди вас мудрых, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое этого мира, чтобы посрамить мудрое. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И ничего не значащее, ничего не ноль. Когда тебе говорят, да ты ноль, да посмотри на свою жизнь, ты ноль. Что ты в этой жизни добился вообще? Посмотри вон, твои там эти сверстники уже где? Где ты? Ты сидишь на разбитом корыте, у тебя ничего нет. Ты неудача. Вот из кого Господь поднимает Хаиль. Армию. Как вам такое? Бог избрал ничего не значащее, чтобы упразднить значащее. То есть сухие кости, это уже конец. Это уже не тело даже, которое можно реанимировать, какие-то уколы сделать. Это тела нету, остались кости. Но они лежат, они ждут. Мы, как это мы поем? Ожидаем очередь свою. Именно из таких людей формируется Хаиль. Словленных, раздавленных, уничтоженных, пораженных, но не сдавшихся. Вы знаете, конечно, так не написано. Я понимаю, что этого нет буквально. Но, читая это снова и снова, я, знаете, что понял, что эти кости не были переломанными, они были целыми. Да, они были разбитыми одна от одной, но они не были поломанные пополам. Кость его, да не сокрушится, написано. Христа распили, его били, его протыкали копьем, но ни одна кость его не была сломана. То есть, это лежали не сломленные люди. То есть, те, которые не сдались, не сказали, да, ладно, все, плевать вообще. Гори оно все огнем. Мне всегда, знаете, вот есть люди, такая категория людей. Вот они пришли к Богу, там покрутились, повертели, что-то не так, и пошли в мир, и живут, радуются там в мире, плевать. А есть такие, вот они всю жизнь, что-то у них, но они все равно к Богу тянутся, все равно лезут, все равно где-то возле церкви постоянно их видишь. То есть, это природа. Вот есть люди, как кисель. Какой кисель, знаете, не то. Вот оно нет, у него нет ни принципов, ни каких желаний, он кисель просто. Вот такой собирательный образ всего вокруг. Кто там его плюнул, он это впитал. Кто ему сказал что-то, он в это верит. Вот он такой ходит, а есть кости. Это люди, у которых есть характер. Не умру, но буду жить. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. И вот эта вот крепость, это от Бога. Хаиль поднимет Бог из невозможного. Почему он дождался, что они не просто пали мертвыми, а разложились? Не жил, не мясо. Они даже, все хрящи, все высохло, и кости распались одна от одной. То есть, не просто лежали скелеты, а лежала куча мала костей, и собрать их воедино было невозможно. Нереально. Поэтому мы поем, собери нас вместе. Нельзя взять одну косточку и воскресить ее, нарастить на нее плоть, кровь там, и нервы, и все. Это не бывает. Нужно тело. Тело. Поэтому сейчас как-то написано, вот шум и движение. То есть, в тишине это не происходило. Можно представить, что пророк переживал, когда начали эти тысячи костей двигаться и трещать вот это, стучать одна об одну. И формироваться начали эти скелеты. Не знаю, лежали они, стояли в этот момент. Представляете, если стояли? Армия мертвых. Помните, властелин колец? Отличные ребята. Может, не будем их отпускать. Нельзя убить. Замечательно просто. Как можно убить уже мертвого? Поэтому вот из таких, из невозможного, из тех, кого по человеческим меркам правильности, вот он не подходит никак. Знаете, как вот в школе, помните, делимся футбол играть. И вот становится шеренга, два капитана, и каждый выбирает по очереди. И кого берут вначале? Ну, самых-самых сильных, кого ты знаешь. А в конце отстаются уже такое вот. А, ладно, иди сюда. Иди сюда, на ворота пойдешь там, да? Ну, то есть, какие-то вот такие вот никакие, мы на них даже не смотрим, но Бог смотрит совершенно наоборот. Он выбирает вот такое вот. Он Давида выбрал, на которого и в виду никто не имел, даже отец его, родной, папочка. Не имел в виду его так, чтобы даже его поставить хотя бы, то есть шансов не было вообще. Хорошо, пророк послушный Господу был. И сказал, нет ли еще кого-то? Как это так? Меня Господь прислал не один. Из кого подвели? Старшего, самого накачанного, самого продвинутого. Не он. Как это? Первенец же, десница. Не он. И потом Давида от овечек, от овец взяли, малыша. Говорит, вот царь Израиль. Это может каком-то там люди уже так думают, да, это конченый, да, это вообще уже без вариантов. Да кто вы? Что вы можете? Что вы построили? А вы же ничего не добились, вы ничего не построили. У вас все валится, у вас все вот так на тоненького в жизни. Постоянно нету этого, постоянно что-то болит. Вот это вот, мы ходим вот такие вот. А Господь говорит, вот из этого я Хаиль сделаю. Вот из этого, невозможного. Вот там, где никто не думал, чтобы посрамить значущее. Чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Потому что когда вот это, вот гол забивает, он же идет, класс. А когда вот это вот забивает гол, ой, я же сам испугался, представляешь. Случайно завершил, я не хотел, простите. Я не знаю, как-то так вышло. Вот это чудо, так чудо. То есть, смотрите, победить, к примеру, там вот команда, да. И вот нам дают, выбирайте лучших футболистов мира в свою команду. И один набрал там вот эти все, Месси, Рональда, Шманальда, вот все. Набрал звезд. А у другого ноунеймы, никто, ноль. Господь выбрал себе ноунеймов, нулей вообще. С одной ногой, представляешь, футболиста взял в команду. Ты что, как это ты что, с одной ногой и с одним глазом. И вот если из этих сделать чемпионов, вот это будет слава. Потому что победить в команде, у которого там Рональда, Месси, кого я еще знаю, Буфон знаю. Есть такой? Буфон, вратарь, по-моему. Вот взять их, победить, ну что там, ума много не надо. Но когда ты побеждаешь, их говорят, кто это? Не Иосифов ли это сын? Откуда взялось это все? Бог поднимет Хаиль. А тех, о ком говорят, может ли быть что-то доброе из Назарета? Оттуда уже никто ничего не ждет. Лет так, лет так уже, наверное, 7. Приблизительно, ну да, чуть-чуть меньше, нет. Лет 5-6 меня лично, нас, перестали вообще куда-либо звать на церковные движухи крымские. Было время, раз звонят, так, пастыр Юрий, мы из какой-то церкви уведомляем вас, у нас состоится общекрымское молитвенное служение. Падрис, да-да-да, ждем вас. Все, я говорю, замечательное служение, на него я, конечно, не пойду. Но потом раз и перестали вообще звать. То есть мы потерялись уже, то есть все, нас как нет как будто. Никто уже ничего всерьез не воспринимает. И слава Богу. Крест – это место твоего поражения. Потому что висеть на кресте – это, ну я не имею в виду, для нас крест, конечно, он связан только с Иисусом. Но, извините, это не был какой-то причиндал, который он с неба принес. Это было позорное реально место. Если человека распинали на кресте, это значит, его жизнь фиаско потерпела. Он не просто казнен, он не просто его убили. Его повесили голым на позор. И он истекал кровью, и каждый мог подойти, плюнуть в него, обозвать, посмеяться над ним, позлорадствовать, пока он очень долго там умирал, задыхаясь постепенно. И мучаясь от боли. Страшная смерть. Поэтому крест – это место поражения. И написано, что он, да, распят в немощи, Иисус. Мы очень не любим признавать свои слабости и немощи. Это как позор. Всегда стараемся прикрыть слабые стороны свои. Но крест – это вот как раз место немощи. Но жив силою Божьей. Воскреснуть может тот, кто умер. То есть, но крест – это необходимое основание для победы, для триумфа. Не бывает без креста настоящей победы. И вот в конце вот что скажу. Почему? Вот Ефесянам 3.10. Кто помнит? «Дабы ныне соделалась известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению». То есть, это то, что было определено от сотворения, от века, ничего не было. А уже отец предназначил, чтобы через церковь, которой еще нету, соделать свою премудрость известной начальством и властям. В чем заключается Божья премудрость? Она отличается от мудрости человеческой. Вот человек бы выбрал, как сына старшего брата Давида, кто-то помнит, как звали? Или Елеофас? Ну, неважно. То есть, человек выбрал бы старшего, самого первенца, подходящего вот по параметрам на царя. Но Бог избирает то, что не просто как бы посередине, а с другого конца вообще. 180 градусов. Вот это его премудрость. Она отличается от мудрости этого мира на 180 градусов. То, что высоко у людей, мерзость перед Богом. Что высоко у Бога, мерзость для людей. Может, для кого-то мы мерзостью являемся. Они на нас смотрят, их это раздражает, ненавидят просто, плеваться хочется. Террожи. Ефесянам 3.10. Как же будет явлена эта премудрость? Как с Давидом было, так будет с Хаиль. Бог берет самое... Почему он избрал Израиля? Он что, лучше всех? Нет, он хуже всех. Поэтому он его избрал. Самый упертый народ на земле. Евреи. Поэтому он их избрал. Он взял... Самый такой, знаете, покладь... Взял бы каких-нибудь финнов, так говорю, счастья бы, проблем бы не знал. Смотрите, какие отмороженные, без эмоций. Не, он взял самый тяжелый народ, самый упертый, вот самый, которого уже бьешь-бьешь, уже, говорит, некуда бить, все равно он на своем... Все равно иду к идолам, уже, понимаешь, уже все, избитый весь, без зуба. Иду поклоняться идолам, тебе назло. Вот так вот. И он говорит, и все равно он, весь Израиль, спасется в итоге. Вот это слава Божья. Вот это слава. Поэтому у кого-то есть такие дети тихие, покладистые, а у кого-то дети вообще сложные. Вот это место для премудрости Божьей, которое может быть явлено. Как было с Давидом, так будет с Хаилю. Бог поднимет Хаиль не из таких выдающихся Саулов, а из невзрачных Давидов. И когда Давид шел на битву с Голиафом, он был самый неподходящий в том месте, в то время для этой битвы. Там стояла куча воинов в доспехах, опытных. И был мальчик, который не одел никакие доспехи, пошел с обычной рогаткой, то есть, которую он там овец защищал от волков, которые там пытались схватить. То есть, он даже не пошел с оружием, взял бы хоть меч или дубину какую-то. Вот это Божья премудрость через невозможное, через нереальное, через то, что по-человечески никогда ничего не получится. Вот там будет Хаиль стоять. И ни одна душа не скажет, это мы, это и я. И другие посмотрят и скажут, да кто ж это такие? Почему мы ничего за них не знали? Откуда они? Кто это? Кто у руля там? Я не могу узнать его. Кто это? Что за лица? Вот это сделает Господь. То есть, Ефесянам 3.10, оно будет явлено таким образом. Хорошо, мы будем сейчас делать хлебопреломление. Давайте, братья, Галгал туда к флагам. От это отнесите. И мы будем молиться за детей наших и за Хаиль. То есть, то, что сейчас, оно… Вы знаете, вот у Бога, вы заметили, до последнего момента кажется, что все, нам конец. Когда-то я смотрел, я просто вот такой вот пример пока готовят. Я слежу за одной командой по американскому футболу, и скоро вот этот чемпионат начинается, и оно идет там 16 игр. И по результатам 16 игр там уже, ну, плей-офф, финал и так далее. И как-то я утром проснулся, они ночью всегда эти игры в Америке, когда у нас ночь, у них день. То есть, поэтому, пока мы спим, игры заканчиваются, ты не можешь онлайн посмотреть, очень поздно. И я как-то проснулся, и в новостях увидел уже счет, ну, что мои победили. Победили, я думаю, эх, так неинтересно будет смотреть теперь. Скачал игру, смотрю, раз первая четверть проигрываем, вторая проигрываем, третья проигрываем, четвертая сильно проигрываем. Я думаю, слушай, перепроверю, что я там увидел. Да не, победа. Смотрю, как идет игра, вообще шансов нет. Может, не ту скачал, смотрю, да, ты все ту. И я уже, зная, что они победят, смотрю, остается две минуты. И они за эти две минуты накидали все вот это вот на победу. И вдруг я получил какое откровение, что мы, читая слово, знаем уже финальный счет. Но, живя, мы видим иногда, ну, другую реальность вообще. Кажется, что только в наши ворота забивают мечи сейчас. Но мы-то знаем финальный счет. Поэтому мы можем не бояться и смотреть, понимая, что каким-то образом непонятны мне, нам, никто мне. Но в конце у Бога будет армия победителей. И это не будет какая-то из неба придут. Это если на этой земле они будут, эти люди. Вот, вот, ой, церковь, в ней все так плохо. Но каким-то образом будет армия победителей у него, святая невеста. И мы все с вами друг друга там увидим. Это нерадостная новость. Я надеялся, хоть на небе не буду его видеть. Это так на земле всю жизнь. Не, мы увидим друг друга. Знаете, какое будет счастье, когда ты... Вот оно, слава. Вот все, что мы верили. Вот оно. Дышун дошел. Знаешь? А Дышун дошел. Дошел. Я его видел там. Ходит веселый, смеется. С пальмами ветви. Или с кодильницей. Говорит, видели там, видели этого Куталевского. Говорит, в короне ходят там. Говорит, в свите самого. Важный такой. Вот так вот. Когда Джойнер увидел на престоле рядом с Господом сидящих людей, и он не узнал ни одного лица там. Помните? Он говорит, кто это за люди? Я вижу известных проповедников, служителей, которые уже умерли и на небе. Они где-то внизу ходят там. В нижних рядах. А кто вот эти личности? И там какой-то бомж сидел с ним, бывший. Который одного человека привел к Богу только. Знаете, хоть это и пророчество современное, я лично... Оно отражает сердце Божье, как по мне. Что Бог смотрит не как человек. Мы бы туда посадили, так, этого Хина, этого Шуа, этого туда. Вот, известных. Они же много делают. А Господь выбрал по-другому как-то вообще людей. Не по человеческим стандартам. Поэтому мы там увидим эти лица, ну как бы, широко известные в узких кругах. Субтитры создавал DimaTorzok.